Здравствуйте! Сегодня в эфире программа «У книжной полки», ее ведущая Наталья Казанцева. С тех пор, когда впервые издательство православного сестричества во имя преподобномученицы Елизаветы выпустило в свет книгу проповеди про Террия Дмитрия Смирнова, она сразу полюбилась читателям. И хотя была она карманного формата, в простом переплете все равно раскупалась мгновенно, потому что уже тогда слово «батюшки» ценили многие верующие люди. Эти проповеди отца Дмитрия вызывали огромный интерес и практически никого не оставляли равнодушными. После вышло еще несколько книг в этой серии, а спрос на них по-прежнему не угасал. Тогда, в 2012 году, сестричество по многочисленным просьбам читателей приступило к изданию проповедей отца Дмитрия в новом формате. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередную книгу из этой серии. Она называется «Жить по вере». Протерей Дмитрий Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года. В 1968 окончил физико-математическую школу, потом художественно-графический факультет пединститута. В августе 1978-го поступил в Московскую духовную семинарию в Сергиевом Посаде, которую закончил экстерном за два года. Затем поступил в академию и также закончил ее экстерном. В 1980-м был принят священником в штат Крестовоздвиженского храма села Алтуфьево города Москвы. А в самом начале 1991-го получил назначение быть настоятелем в храме святителя Митрофана Воронежского, где и служил до последних дней своей жизни. Параллельно, по мере роста количества новых прихожан, он стал настоятелем еще восьми храмов, два из которых находятся в Московской области. Многим нашим телезрителям была знакома проповедническая деятельность отца Дмитрия. Живые, актуальные, открытые проповеди батюшки будили и продолжают будить со страниц книг наши спящие души. Объясняя священное писание, отец Дмитрий связывал его и с историей нашего государства, и с жизнью современных христиан. Истинные ценности, семья, культура общения, воспитание, патриотизм – все это всегда присутствовало в проповедях священника, а истории из повседневной жизни помогали прихожанам увидеть свои грехи и начать борьбу с ними. Слова отца Дмитрия неизменно вызывали благодарный отклик и теплые отзывы у многих его слушателей. Как, впрочем, и их печатный вариант. В книге «Жить по вере» собрано более 50 проповедей, которые были произнесены отцом Дмитрием, начиная с праздника Крещения Господня в 1995 году и заканчивая неделей 30 по 50-нице 1996 года. И сейчас предлагаю познакомиться с некоторыми фрагментами этого гомелитического творчества. В первой проповеди, которая была сказана на Крещении Господне, отец Дмитрий отмечал, в частности, следующее. Человек с момента своего создания несколько месяцев пребывает в утробе матери для того, чтобы сформироваться для земной жизни, в которую он рождается. Вот он родился и начинает расти дальше, развиваться, учиться уже не несколько месяцев, а несколько десятков лет. Для чего? Чтобы родиться в жизнь вечную. Это рождение в жизнь вечную начинается со святого Крещения. Господь сказал, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. И большинство людей затвердили этот урок крепко-накрепко, что как родился ребеночек, надо крестить. Но, как отмечает отец Дмитрий, всякое учение — это очень тяжелый труд. Поэтому дальше первого урока человек обычно не продвигается. И большинство крещенных людей не только не знают, в чем состоит вера православная, они не знают и самого Бога. Вот какая беда происходит от того, что человек не желает учиться. Человеку дан дар, и он не понимает всей его великой ценности. Поэтому дар лежит в туне. Большинство людей от Крещения до того момента, когда они станут учениками Христовыми, отделены пропастью, страшной, глубокой, доверху наполненной всякими грехами. Поэтому не лучше ли человеку принять Крещение тогда, когда он уже уверовал, вычищение от всей этой гадости, совершенной им в течение жизни? На этот вопрос отвечает отец Дмитрий в проповеди, которая открывает эту книгу. Завтра Святая Церковь чтит память святого Иоанна Претечи. И в этой книге читатели найдут несколько проповедей батюшки, посвященных великому пророку. Вот лишь несколько слов, которые мы прочитаем на страницах этой книги. И, быть может, то, что говорит отец Дмитрий, станет ответом на один из вопросов, которым задаются люди, читающие Святой Евангелие. Итак, Иоанна Претечию Господь назвал большим из всех рожденных женами. И в то же время сказал, меньший в Царстве Небесном больше его. Как разрешить эту антиномию? С одной стороны, он самый первый, а с другой стороны, самый последний. Дело в том, отвечает отец Дмитрий, что Иоанн Претеча жил до пришествия благодати на землю, до дня Святой Пятидесятницы, и был последним пророком Ветхого Израиля. Тем не менее, он достиг устроения человека новозаветного. А устроение это достигается подвигом, прежде всего, самопожертвованием. И до Иоанна были пророки, достигшие благодати Божией, которая приходила к ним, как бы минуя временные преграды, потому что не время еще было благодати Божией поселяться в сердцах людей. Они еще были к этому совершенно не готовы. Святой Иоанн отличается от всех остальных пророков тем, что приобрел еще некую добродетель, которая воистину, во всей полноте есть христианская. Добродетель смирения. И этим тоже предвосхитил Царствие Божие. Он сказал о Христе, «Ему должно расти, а мне умоляться». Как он сумел это понять, особенно будучи человеком Ветхого Завета, когда ничего такого вокруг видеть не мог? Это совершенно уму непостижимая вещь. И как это трудно, знает каждый, кто пытается вникнуть в тайну спасения, которая есть смирение себя. Вот поэтому Святая Церковь с такой благодарностью всегда прославляет память Иоанна Претечи. Многие праздники, связанные с его именем, чтятся как великие праздники, именно в силу того, что он хотя и жил на границе Ветхого и Нового Заветов, но достиг устроения святого, совершенно новозаветного. В этом для нас его драгоценность. Ну а более пространный ответ на вопрос, которым задавались не раз многие люди, ищите в проповеди Отца Дмитрия на праздник Третьего обретения главы Святого Иоанна Претечи. Завершает книгу, как уже говорилось ранее, проповедь в неделю 30 по Пятидесятнице «Святых пратец». И здесь, в частности, Отец Дмитрий отмечает, что когда Христос пришел на землю, мир лежал во зле. Мы тоже живем в такое время, что только благодать, исходящая от церкви, удерживает мир от окончательного погружения во тьму. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Спрашивает батюшка словами Евангелия. Об этом он также говорит с читателем на страницах этой книги. Паратерий Дмитрий Смирнов отошел ко Господу 21 октября минувшего года. Но по-прежнему он остается одним из самых любимых и почитаемых современных батюшек среди православных христиан. Также неизменно пользуется популярностью и проповеди отца Дмитрия. Сказаны им в разные дни церковного года, в дни Великого Поста, двенадесятых праздников и памяти некоторых святых. Сказанные простым, ярким и образным языком, они помогают современному человеку понять вечные евангельские истины, предлагают задуматься, оглядеться вокруг себя и всмотреться в собственную душу, обратиться к Господу в поисках правды, спокойствия и света. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что новинки православной литературы вы найдёте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.